всем привет друзья и с вами снова я макс это канал шестеренка и у нас снова часы от компании final q7 плюс 3g а в данных часах установлен процессор mtk 6580 на 1 и 3 гигагерца 4 ядерной 512 мегабайт оперативной памяти и 8 гигабайт стройной плюс в данных часах имеется слот под карту памяти это немаловажно данный слот поддерживает карты памяти до 32 гигабайт далее можно установить естественно сим-карту она будет работать в 2g и 3g сетях данных часах установлен bluetooth gps размер экрана 1 и 3 инча 240 на 240 разрешения bluetooth версии 40 установлена камера на 0 4 мегапикселя работает все это дело на полноценной системе android 5.1 же в данных часах имеется шагомер измеряется сердцебиение установлен барометр давайте посмотрим поближе что на самом деле там находится коробка выглядит просто обалденный если вы берете кому-то в подарок то это наверное одна из самых лучших коробок которые я видел ладно это конечно смешно но на самом деле это так смотрите как она открывается как у дорогих часов здесь есть даже вот такая полосочка часы выглядят очень солидно очень на самом деле с кожаным ну я так думаю что с кожаным ремешком черного цвета быстро пройдем по комплектации в данной коробке есть две маленькие коробочки они кстати очень удобно сделаны одна коробка абсолютно пустая вторая содержит usb кабель очень и очень неудобной зарядкой сейчас я вам покажу ну и соответственно инструкция инструкция цветная очень качественно напечатано на английском языке все подробно все здорово то есть ну и да и китайский естественно тоже присутствует данные часы разбирать не нужно поэтому болтов и всего остального здесь нет вот как выглядит зарядка зарядка очень неудобная мне таки не нравится потому что первых если она сломается вы уже ничего не сделаете ну да она примагничивается без проблем цепляется она вот сюда ну очень и очень неустойчиво в общем нужно их очень аккуратно класть чтобы они заряжались абсолютно нормально потому что я вот пытался их зарядить неровно их положил в общем они не зарядились дальше смотрите и 5 из небольших минусов ну из небольших до часы вот дальше не раскрывается потому что антенна стоит внутри ремешок естественно не съемный да и грубо говоря сюда я вот одеть их тоже не могу вот допустим сюда они влезают сюда очень удобно давайте посмотрим снизу динамик как всегда встроен вот в этой части здесь датчик сердцебиения здесь зарядка открывается все это вот таким вот образом то есть до сюда ставится карта памяти суда ставится симка все больше здесь ничего сломать нельзя очень удобно кстати ничего откручивать нельзя и как ни странно держится все достаточно крепко то есть она защелкивается так дай бог далее две кнопочки это power of кнопка back и камера с этой стороны находится микрофончик прям вот он сбоку находится не знаю насколько хорошо слышно но вроде пробовал давайте сейчас их включим вот таким образом они включаются экран достаточно яркий здесь наклеена пленка так что показывают они чуть хуже чем есть на самом деле ну поверьте они на самом деле очень прикольно показано вот эта штучка я думал что она крутится она на самом деле не крутится здесь непонятные циферки написаны не знаю зачем они нужны написано smart watch название так вот это вот я так понимаю а эта часть это металл это пластик соответственно ну по крайней мере хоть что-то металлическое вот здесь вот кстати наклеена по моему защитная пленка и вот на этих вот циферках и на самом экране включаются они как ни странно почему-то долго странно на самом деле потому что обычно часы включаются быстрее на вот такой смотрите замечательный циферблат у них стоит все циферблаты фирменные то есть смотрите здесь реально очень большое количество можно сначала нажать это финанский да не в принципе все финал но на самом деле выглядит очень классно есть вот такие прям яркие яркие циферблаты вот реальном прям аж глаз режет дальше давайте пойдем быстро пройдемся по его параметрам здесь сверху слайд у вас уведомления снизу слайд у вас идет под 92 процента зарядка число вашу сеть показывает вторник bluetooth вай фай как всегда это сотовая связь ну интернет соответственно сейв моды а это флип яркий экран это когда вы переворачиваете руку подымаете они включаются руку опускать выключаются в самолете режим экран квадратный круглый соответственно яркость маленькая средняя большая и gps вкл выкл далее идет очистка полностью вы очищаете все приложения которые открывали дальше идет погода очень симпатично выглядит эта кнопка back и соответственно когда мы переходим слайд влево у вас полностью открывается меню нормального нормального смартфона watch bluetooth здесь смотрите сейчас мы пройдем еще посмотрим сконнектим их с телефоном на самом деле они очень прикольно работают не так как все остальные часы давайте посмотрим настройки я думаю здесь ничего такого но вы не увидите вай фай подключение экстренная связь дата-время настройки экрана настройки звука можно посмотреть вот громкость ну ничего такого особенного нет рингтоны уведомления вибросигнал можно поставить так все это мы переключаемся назад энергосбережения настройки синтеза это речи восстановления удаление приложений дополнительных дополнительных все идет очень просто это батарейку можно посмотреть опять мы выходим туда же язык соответственно есть русский английский все остальные безопасность вызова сообщения о телефоне можно посмотреть какая там прошивка беспроводное обновление в общем все дела дальше мы выходим опять в главное меню дальше у нас идет телефон номеронабиратель выглядит вот таким вот образом он кругленький очень удобно набирать сразу же вы можете попасть в контакты удалить добавить либо через вашу учетную запись google так дальше опять контакты sms частота сердцебиение сейчас посмотрим бьется у меня сердце пошла работа дальше вы снимаете здесь можно покрутить документация там в общем всякие настройки дальше идет здоровье но этого настраиваете кто вы мужчина женщина высота рост вес возраст и т.д. далее идет часы это сопряжение с телефоном дальше идет музыка соответственно обычная камера давайте камеру проверим камера работает очень быстро допустим я не знаю сейчас я сфотографируем давайте поставим вот таким вот образом фотографировать конечно не очень все это дело удобно так вот у нас записался фотография сейчас я попробую я не знаю как заснять ты себя нормально вот пошло видео 1 2 3 это канал шестеренка 1 2 3 это канал шестеренка всем привет с вами я макс и это звук и видео на часы финал q7 сейчас посмотрим как она выглядит на самом деле в живой вот у вас получилась библиотека вы можете посмотреть видео видео идет в экране так экран двойным тапом открывается сейчас посмотрим как открываются вот смотрите фотография два пальца не работает работает только двойной этап некоторые спрашивают да кстати можно здесь свете сразу поделиться фотографиями это не проблема через ваши соцсети дальше у нас идут инструменты инструменты это галерея диспетчел файлов абсолютно нормальной погоды будильник диктофон календарь загрузки барометр который работает я так думаю дальше идет appstore это именно приложение для часов и плюс идет соответственно полноценный play market то есть да вы можете ввести свою учетную запись поставить все программы которые вам нужно либо скачать вот оттуда дальше идет google голосовые поиски и вот видите appstore выглядит вот таким вот образом все watch apps по-моему в нем даже если честно регистрироваться не нужно давайте попробуем youtube будет он устанавливать не будет сейчас по-моему они у меня подключены так он что-то много чего пишет вот видите пошли проценты поедем сейчас должен да он через вай-фай скачивать но скачивает он достаточно долго потому что это китайский appstore и в общем в общем он китайский сейчас подождем и установится youtube соответственно можно поставить skype и в общем все остальное в общем фиг с ним пока он установится потом посмотрим мы все проверим хочу вам показать что отличает их в принципе от большинства других часов хотя я спорить не буду потому что на многие часы сейчас уже вышли прошивки в которые позволяют сделать все то же самое что в этих часах и так вы скачиваете приложение приложение на русском языке называется часы помощник подключает естественно bluetooth здесь так сейчас я уберу bluetooth так у меня здесь включен нет bluetooth подключен дальше в приложении в самом приложении мы связывается с устройством видите высвечивается q7 плюс все это элементарно здесь примитивные настройки но достаточно как бы то есть оповещание все дела но это не то что я хотел вам показать а то что я вам хотел показать выглядит таким образом сейчас в данных часах карты sim карты нету то есть очень странная вещь да смотрите по идее я мог бы звонить по bluetooth у допустим я не знаю и так вот я набрал номер телефона смотрите я звоню он пишет что ошибка нет sim карты то есть позвонить часов через bluetooth вы не можете но подождите это еще не все смотрите я кладу часы выхожу на рабочий стол все вот у меня часы вот телефон смотрите я набираю специально поставил сим-карту пошел звонок смотрите часы начинают вибрировать и звонить я нажимаю видите вылезает меню можно ответить и повесить я отвечаю и слышу смотрите здесь видите есть кнопочка watch то есть вы можете допустим телефон у меня убран вот он в сумке лежит или где-то в куртке да а если вы нажимаете кнопочку watch раз раз вот смотрите я сейчас говорю то есть слышно очень прилично через них дальше нажимаете кнопочку телефон все переходит на телефон все то есть вы разговариваете по трубке нажимаете опять кнопочку watch и опять вы отлично общаетесь то есть вы можете ответить на входящий звонок не вытаскивая телефон из сумки это кстати под на первые часы которые реально так можно сделать потому что на всех остальных только идет звонок и написано кто вам набрал что вы можете поговорить и закончить связь все и на телефоне у вас все прошло набрать почему-то с них нельзя я не знаю почему то есть вот таким образом сделано видимо это оповещение я даже не знаю как это еще объяснить это смотрите когда вы отходите допустим от телефона он начинает пиликать что типа потеря связи нужно их отключать именно на самом устройстве что еще вам хотел показать в принципе больше никаких таких интересных вещей в этих часах нет кроме того что они реально выглядят и сделаны очень хорошо экранчик у них очень классный то есть циферблатов блин выбор реально огромный то есть и даже я честно вам скажу что не все циферблаты которые здесь я видел раньше потому что но они правда какие-то оригинальные смотрите вообще таких даже не видел раньше может быть и плюс да плюс ко всему этому вы можете еще скачать что-то то есть я так понимаю обычные вот эти вот с огнем там ну все старые варианты вы можете на них загрузить что не было кстати предыдущих часах вообще а вот видите пошел выбор ну все работает медленно потому что я так понимаю что все через китай идет поэтому хотя интернет быстрый и на самом деле на данных часах все открывается очень быстро если вы лазите по москве то есть все браузеры все работает очень быстро вот вы можете видите еще скачать кучу разных циферблатов они догружаются так не будем на это время терять с камерой по skype общаться можно очень неудобно потому что камера идет вообще в бок но на всякий случай если вам нужно что-то записать сфотографировать ноль четыре мегапикселя у вас всегда с собой часы очень и очень шустрые то есть не знаю нареканий нет вообще никаких полноценный android да вы учтите что все что я говорю что все здорово все классно это относится именно к китайским часам то есть в районе пяти там тире восьми тысяч они хорошие если там я не знаю вы их покупаете за 10 или за 15 то это полная лажа потому что ну по сути эта игрушка да это не знаю некоторым конечно может и понадобится это дело но в основном это игрушка сейчас я хочу попробовать зарядить часы на сто процентов и запустить их от начала до конца сколько продержится вот именно полностью проверить зарядку я к сожалению не могу ходить с ними так в принципе да они симпатичные оповещание работает хорошо в отличие от других ввода непроницаемости в них нет и даже не пытайтесь потому что мне кажется отвалится все что можно но так они реально прям очень удобные очень классно вы можете сразу телефон отправить сюда фотографию приложение они допилили то есть с телефоном они теперь общаются прям вообще на ты можно сказать но он 3520 фотографий он может сохранить на 8 гигов и музыку вы можете слушать и все что все все что вам заблагорассудится и соответственно да я всем советую покупать обязательно стерео гарнитуру к ним bluetooth и у вас будет и mp3 плеер и вы можете слушать и разговаривать и к никаких проблем не будет потому что на улице разговаривать вот именно по этой колоночке это нереально да вы можете допустим у вас телефон сумки лежит да вам кто-то позвонил вы нажали ответить поднесли часы карту быстро им продиктовали ой там я не знаю я в метро сейчас выйду наберу тебе нормально да вы можете услышать его ответ и все как бы ну в принципе этого и достаточно да либо в этом за рулем едете или еще что-то выглядят они очень солидно подарочный комплект отличный у них так что в общем я думаю на этом все всем удачи всем пока с вами я макс это канал шестеренка спасибо что были со мной подписывайтесь все ссылки на часы я оставлю внизу пока а